Если у вас будет возможность, послушайте Демиана Марли, он классный, реально. И стих, соответственно, называется Марли, да. Мы проебываем свои лучшие годы. Кто за стойкой барной, кто в стойке раком. В кругу пропасщик свое тело угробить, Так же просто, как потеряться во мраке. Выдумки все, чем учат за партами, Выебить свои принципы в принципе. Каждый боец на Перри и Кардхарте Смелый до первой встречи с милицией. Каждый поэт готов писать за идею, Пока базар не зашел о деньгах. Я такой же, не надо мне верить, Перекрыты все дороги назад. Не вернуть того милого парня, Прошлое жаль, и идут поезда. И только голос Демиана Марли Марли ложится на больные места. Следующее стихотворение называется «Дорога к Зиону». Ну, для меня это тоже, как какой-то проблеск света В мире вечной тьмы, в мире депрессии, еще чего-то. Ну, тоже, опять же, да. «Роа Ту Зион» — это Демиан Марли и нас. Это их песни. И вот тоже очень-очень сильно. Вечер приятно дышит прохладой, Такие родные лужи под кедами. Просто живи, больше не надо Вспоминать то, чего толком и не было. Все дороги ведут к Зиону, Вывози до конца, если выбрал путь. Прорастет и сквозь плиты бетонные, Правда, которой уже не уснуть. Ощущение ведь сильнее расчета, Нет непроходимых болот и оврагов. Там, где не будет ловить твой сотовый, Ты осознаешь самое главное. Продолжай каждый день чистым взглядом, Чаще общайся с друзьями детства. А счастье, оно всегда где-то рядом, От него никуда не деться. И следующее стихотворение Называется «Поколение». Ну вот оно, наверное, посвящается Всем вот таким, как мы, Которые тут собрались. Ну просто часто там заходят разговоры О том, что там поколение 90-х, 2000-х Это проебанное поколение. Ну в принципе, я не могу полностью С этим согласиться, Но отчасти, может быть, так и есть. Ну в принципе, любое поколение Можно назвать проебанное. Так было вот в годах 40-х, наверное, Что не появляются молодые люди, И сразу это «Все, проебанное». Так. Нервы, смотанные в комок, Обручи под пустыми глазами Мы идем, не жалея ног, Туда, куда сами не знаем. Отхаркиваем остатки праздников Свою линию гнем до конца. Стали от копоти грязными Мерсающие раньше сердца. Легкие, как дырявый парус, Жадно ловят ветер попутный. Извечный недосып и усталость Не повод умереть этим утром. И пока на точных запястьях Запястьях не сомкнутся Стальные браслеты, Не закончатся наше странствие, Не иссякнут источники света. Ну вот эти два стихотерей, Это, наверное, вот реально как осенило просто. Пацана что-то не то нашло. Вот, ну это три, наверное. Кстати, насчет проема нового поколения, Одна раз мы уже не говорили об этом. Стихотворение, опять же, Мой опыт какой-то в озвучивании стихотворений. Да, вот упоминались уже здесь Аудио соревнования, аудио батлы. Также есть текстовые батлы, На которых я раньше участвовал очень плотно. Потом познакомился с человеком. Это его стихотворение, Суственно говоря, у автора псевдоним Визави. Илюша. Илюша Визавида. Вот это его стихотворение. Мне очень оно понравилось, И я решил, почему бы его тоже не озвучить. Столь замызганная и наскучившая Солнцепластинка За черточку горизонта В кровавом зареве обрушилась. Слизым вороном ночь опустилась. Засыпая на видевшем обиды диване в гостиной, Я уткнулся щетиной в колючее крылое послушно, Но слушай. На самом-то деле Горит перьями щекой Не крылое, лишь Нострепанная и мною Обсленявленная подружка. Красной сеточкой капилляров Мне в глаза посмотрело зеркало. Руц кривила презренная Едко моя крыша Моняжная соседка. Взяла и куда-то съехала. Идя в толчок, ты как факир. Куришь пятки бутылками, Бычками с уном своим враги. Об этом ли с тобой мы мечтали, Читая пою Лондона ночами? Читая Мояковского, Есенина. Хотя я у последнего Себя найти могу легко. Но миру готов он ведь прогресс. Они из бутылок лишь пили крепкие зелья, А мы додумались их обворачивать фольгой. Да, это мы изобрели бухать в подъездах, В подъездах ссать, ебаться и блевать. Мирок железобетонных лестниц, Загаженных углоп и бронелопых, Маленьких опездолов. Папа нам плевать. Плевать. Не видим мы из-за бельма, Но нихуишеньки, как ни крути. Ведь выросли давно уже детишки, Что обещали в детстве маме с папой, Не буду пить, курить. Пока к бутылке не привыкла лапа. Сухие губы вновь сделали с бантиком. Они давно ведь что-то искали, И осколок горлышки Балтики Впился в сердце сухарь. Ответил на телефонный звонок испугом. Собственный голос был каким-то далеким. Как дела, да ничего, так ты человек с большой буквы. Человек прокуренный легкий, И с полуразложившейся печенкой. Эти стихи на злобу дня Отбросил рукой полулитровый дозатор, Коленями голову обнял. Человек дожить бы до завтра. Ну, такое вот мравоучительное, как бы. Наше дело написать, А ваше дело сделать свой выбор, конечно. Это был Илюша Резави. Такая мода сегодня. Сдавать близких, мутьи. Никаких нет. Никаких, да, сплошное может. Расскажи, куда ведут эти трамвайные пути. И почему в поездах к тебе проезд стал дороже. Расскажи, что сейчас идет у тебя по телеку. И кого на улице сегодня поймала метель. У тебя будет добрая собака, как мы хотели. У тебя будет дом, дворик и двое прекрасных детей. Как и мечтала, я уверен, ты объездишь полмира. И, может быть, обо мне когда-то вспомнишь случайно. Расскажи о кольцах, что так и лежат в ювелирных. А я расскажу о том, так и не купленном чайнике. Что поделать? Такая мода. Сдавать близких в утиле. Я выйду, но до более знакомой станции. Если хочешь, правда, если хочешь, можешь уйти. Если можешь, останься. Невесомость. Сквозь клеточки, по сосудам, яркими огоньками мигают датчики. Где-то там выдают ссуды и желают друг другу удачи обычные люди. Хранят глубоко внутри тайны. По туннелям летят старые электрички. Мой же путь лежит к станции орбитальной. Через толщину просторов космических. По телевизору наверняка программы вечерние. Люди хотят только счастья, только мира. Еще в порядке система жизнеобеспечения. И на ужин снова пища сублимированная. Невесомость. Сегодня пятница или суббота. Потоки космоса быстро несут так. Система связи не работает. Уже как трое суток. 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 Продолжение следует...